А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно великих спонсоров, а именно Солид Сомбра, Бубука, Просто Зомби, Берсерк, Бикой, Некросуан, Остер Эйхбол, Версаль Эр и Райнер Саркозов, Фон Рихтер. Если вы тоже хотите попасть в эти списки, а также получить другие крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании. Всем привет, с вами Эмбро, продолжается наша компания за Китай. Сейчас я здесь открываю блок фокусов регионального влияния. Я хочу в первую очередь разобраться с Корейским полуостровом, а потом выйти в решение вопроса на Южно-Китайском море, а именно с Парсильскими островами нужно вопрос порешать. Здесь у нас есть вариант, где мы с Вьетнамом миром, в общем, расходимся. Я не знаю, к чему это все приводит, возможно, же миром у нас получится забрать эти острова, но мы Вьетнам можем, мне кажется, захватить без особых проблем. Конечно, здесь агрессивность вырастает наша, смотрите, на 2, на 5, она неплохо так вырастает. Проблема знает и в чем в этой агрессивности, не очень-то ее хочется повышать. Смотрите. Шанхайская организация сотрудничества или ШОС является евразийской межправительственной организацией, которая в первую очередь занимается вопросами экономики, политики и безопасности. Ее предшественница, шанхайская пятерка, была образована Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном для разрешения споров в развитии сотрудничества. ШОС возникла как расширение и углубление этого оригинального видения, способствующего не только улучшению отношений между государственными членами, но и заметному росту влияния России и Китая в Центральной Азии. Здесь написано, если у нас будет низкая агрессия, то страны, у которых нейтральное правительство или страны, которые имеют националистическое правительство, будут пытаться вступить в ШОС в качестве полноправных членов. То есть при низкой китайской агрессии. При высокой даже наблюдатель откажется от своего статуса. Вот в чем дело. Поэтому как бы мы хотим играть через мир, но при этом воевать тоже нужно. Это же все-таки игра про войну, но как-то хочется, чтобы у нас был здесь низкий показатель агрессивности, чтобы эта организация наша росла. Я хочу реально ее прокачать по полной, чтобы не только здесь Россия и Средняя Азия, а чтобы, может, там, не знаю, Америка, да, в к ней вступила. Вообще прикольно было. Но, возможно, здесь будут фокусы, которые нам помогут снизить эту самую агрессивность. И вот эти вот здесь прибавления к ней, ну, их потом можно будет убрать. Это нужно просто по фокусам повнимательнее посмотреть. Ну, а здесь большинство по комментариям проголосовало за сохранение единства КПК. Потом мы выйдем в повестку Ху Цинтао и выйдем сюда вот к Син Цзинпина. Можно было, конечно, выйти сюда, в Цин Хуна, тоже можно было в Син Цзинпина выйти через него, но здесь перекрывается ветка фокусов. Можно из правой перейти в левую, но она будет ограничена. То же самое, как бы, из левой в правую. Поэтому лучше, если мы идем по левой, то будем идти по левой полностью, без, там, попыток залезть в правую, чтобы, ну, не напереться на ограничения. Вот, и выйдем к Син Цзинпину. Также еще здесь нужно будет решать вопросы насчет религии. Может выйти о свободу вероисповедания, либо же правильный атеизм. Также можно вообще проводить интернет-репрессии и тоталитарное производство полное построить. Либо же, чтобы был нормальный у нас интернет, но при этом он был ограничен и закрыт от внешнего мира. Не полностью, конечно, но, как бы, закрыт. А можно вообще нафиг открыть интернет и свобода слова, добро пожаловать на иностранные соцсети. Также есть вопрос с открытием нашего рынка. То есть мы выходим в полный капитализм. То есть, вообще. У нас и так он очень хорошо развит, но тут прям совсем 100%. Либо же можем брать, да пытаться вернуть сюда вот те идеи, от которых постепенно как-то Китай отходил. Тайфун Биллис. Подготовка к Тайфуну Биллис началась, когда метеорологическая обсерватория Сиамэня выпустила предупреждение для провинции Фудзянь. Ожидалось, что Тайфун станет самым сильным штормом, который затронул Сиамэнь в 2000 году. Как и в случае с Тайванем, все три аэропорта в провинции были закрыты, а паромное сообщение было приостановлено в связи с подготовкой к урагану. Точно так же Сиамэнь Айрлайнс отменила все регулярные рейсы. Несмотря на то, что шторм после выхода на берег в Китай стал более слабым, чем при выходе на берег на Тайване, Биллис вызвал больше смертельных случаев и нанес более значительный ущерб в Китае. Экономические убытки в Китае составили 534 миллиона долларов США, причем большую часть потерь приходится на провинцию Фудзянь. В общей сложности 50-70 человек погибли, и еще 1077 человек были ранены или пропали без вести. Из-за поваленных деревьев железнодорожная линия Фуджоу, Мауэй, заблокировала железнодорожные сообщения. Биллис вызвал несколько торнадо в районе Юэдзина, опустошив 4 деревни и разрушив 20 зданий. Пора восстанавливать. Так, Фудзянь, да, поломки у нас здесь имеются, инфраструктура и гражданская промышленность, ну, лески ресурсы, минус 57, как здесь и сказано. Фудзянь это, да, вот, а он находится здесь. Нам пора решить, какую страну мы будем делать в первую очередь зависимой от нас, а потом в ближайшее время ее и присоединим к себе. Северная Корея пока откладывается, потому что с ней вопросы будут решаться через фокусы, а вот Монголия вроде как в фокусах особо-то и нигде не завязана, поэтому я думаю то, что сейчас мы можем наше влияние распространять, а потом сделать ее марионеткой. Монголия, она экономически очень сильно зависима от Китая, по процентам, конечно, Россия на 11, тут в игре, конечно, от России здесь показано, что она 11% из США, но на самом деле не зависима полностью от нас. И сейчас мы эти показатели подгоним под реальность. Давайте-ка, вот так, вот так, ну, конечно, как-то слабенько, что ли, может быть, стоит нажать сюда, да, Америку, да, мы, конечно, отношения попортим немножечко, но давай снизим чуть-чуть, ну, конечно, до 8 упало, так, 8, ну, и с Америкой посрались, да, чуть-чуть с ней, конечно, посрались. Китайско-американское соперничество, ну, тут без этого никак, на самом деле, тут придется сраться. Региональное влияние я уже взял, давайте-ка выйдем сейчас в сохранение КПК. Мы улучшим также отношения с коммунистическими кадрами, с одобрительного на увеличенное. И также еще получим бонусную стабильность, налог плюс 2%, прирост политластью, о, скорость строительства, конечно, минус 10%, зато стоимость противодействия коррупции минус 10%. Вот нам тут намекает, что мы сейчас против коррупции боролись. Ого, цена, ёпарас, это, а чё так дофига? 639? Чё, буду плюс 60%? Великая держава плюс 45? Ну, типа, нам сложно. Слушайте, да тут, чтобы опуститься сюда, это... Ух, да, ладно, пусть пока так будет, а? У нас прирост политласть со взятием фокуса 3.41 в день, что, в принципе, неплохо. Долг у нас сейчас 4, ну, почти 5%, платим 0.1, получаем с инвестицией, мы сейчас 0.1 с копейками. Но при этом я могу забрать инвестиции, погасить долг, и при этом мы будем всё равно в плюсе. То есть, даже то, что я здесь переборщил и процентную ставку разогнал, это, конечно, была ошибка, но, тем не менее, мы всё равно в плюсе. То есть, и так тоже можно поступать. Если ты в плюсе, ты не проиграл. Но часть мы сейчас полученного дохода от инвестиций будем пускать вот сюда. Именно я не буду забирать тело инвестиций, я буду дивиденды именно пускать на погашение долга. И в итоге скоро мы выйдем в, так сказать, полную окупаемость. А вот, о, осредняясь, и смотрите, Алмата, 10 из 10 инфраструктура, Казеларда, 10 из 10, Астана тоже, мы застроили Казахстан полностью. Не понял, Атырау что такое? А с Атырау что-то непонятное, так, подожди. Ну, давайте хоть троечку построим. Узбекистан тоже полностью застроили всю страну. Полностью всю страну застроили именно мы. И, конечно же, промышленность тоже подняли. Туркменистан тоже мы полностью застроили. Понимаете, суть-то в том, что инфраструктура, это даёт ещё прирост, как бы, ресурсов. И они получают за это больше денег. Конечно, ресурсов здесь, я смотрю, не так уж, что и много добывают. Может, они потом будут как-то разрабатывать. Вот здесь, кстати, много Атырау. И инфраструктура, она, как бы, увеличивает добычу ресурсов. Соответственно, больше ресурсов, больше денег эти страны получают. Она выгодна влиять на страны, которые экономически будут сильными. Но желательно, чтобы они были на старте слабые. Потому что чем слабее страна, тем на неё проще влиять. Потом она становится сильной, но тут уже влияние у нас накоплено. Вот такая вот здесь у нас бизнес-схема. В Синьцзяне наблюдаются массовые протесты. Мусульмане, уйгуры в Синьцзяне в настоящее время участвуют в протестах, ссылаясь на нашу, так называемую, опрессив и дискриминаторию политики. Мы должны решить, следует ли нам сохранить статус КО или внести какие-то изменения, чтобы успокоить протестующих. Сейчас, конечно, я не хочу сейчас разбираться с уйгурами. Я думал этот вопрос чуть попозже выдвинуть, потому что у нас сейчас есть другие вопросы. Поэтому сейчас что мы выберем? Механика по уйгурам. Здесь мы можем изменять показатель угрозы их, а также показатель их отношения. То есть мы можем их репрессировать, тем самым угрозу снизить, отношения тоже, но при низкой угрозе низкие отношения будут не страшны. Либо же как-то пытаться сделать так, чтобы угроза упала, отношения были высокими. Так сложнее всего поступить, то есть сделать уйгуров лояльными и тем самым просто их не трогать. Сдерживать протесты. Ну, знаете, давайте-ка мы должны пойти на уступки. Я вот сейчас насчет этого не знаю. Пока что давайте посдерживаем их. Пусть на единичку угроза вырастет, ничего страшного. А просто насчет этого будем потом думать. Я пока в эту механику не вникал. Я ее пока отодвинул чуть-чуть на попозже. С уйгурами в любом случае придется разбираться. Я вот думаю насчет того, чтобы как-то попытаться, может, найти с ними общий язык. Это сложнее будет, это будет и интереснее как бы. Я сейчас продолжаю здесь инвестировать в другие страны. Вот Киргизию еще, Таджикистан поставил. Давайте-ка еще, может быть, фабрику. А, уже денег не хватает. Ну, я часть дохода нашего пустил на погашение долга. Тайвань. Опять тырит секретную военную информацию. Там можно повысить нашу безопасность, но там нужно исследования изучить. У нас сейчас пока вообще недоступно ничего по улучшению безопасности в информационной сфере. Поэтому смысла туда есть вообще нет никакого. Пока просто терпим. Да его не намещается, по сути, никаких с этими вот странами в ближайшее время. Поэтому пусть они эти бонусы имеют, держат там, если им страшно. Пускай для галочки. Процентная ставка здесь уже 3.2. Мелочь. Отдаем копейки. А вот доходность неплохо поднимается по инвестициям. Так, денежки давайте подрастать. 26. Запрос на строительство США. Хотят построить гражданскую промышленность в Гуандуне. Конечно. Давай. Пожалуйста. Удобно то, что у нас сейчас будут здесь застраивать другие страны. Мы будем застраивать тоже другие страны. Правда, те страны, которые мы застраиваем, нас застраивать, скорее всего, не будут. Но, тем не менее, может, мы их так разовьем, что у них уже места здесь не будет, где строить фабрики. Так, у нас они будут их строить. Так. 50 человек, смотрю, погибло, стабильность упала и угроза уйгур вырастает на 2%. Ладно, давайте-ка сейчас вопрос будем решать. Я вижу, что это уже повестка стоит серьезная у нас. Так, вы где у нас тут уйгуры? Уйгурское меньшинство Синьцзянь долгое время воспринималось китайскими властями с подозрением. Это подозрение только усилилось, как только активность уйгурских боевиков выросла в результате недовольства китайским правлением. Эту воинствующую угрозу нельзя игнорировать, однако мы должны уравновешивать необходимость борьбы с терроризмом, с необходимостью завоевания сердец и умов местного населения. Так вот, ребята, как вы думаете, как же нам лучше поступить? Как же здесь лучше поступить? Можно совершать набеги на убежище боевиков за командный ресурс. Угроза упадет на 20%, зато упадет и отношение на 20%, а оно уже будет 15%, это ужасно. Увеличить ограничения на уйгурский язык можно тоже провести. Угроза упадет, но и отношения тоже упадут. Освободить диссидентов. Освобождение уйгурских политических заключенных будет рассматриваться уйгурским населением как серьезный жест доброй воли. У нас, конечно, ухудшится отношение с коммунистическими кадрами, угроза упадет на 15%, зато отношение увеличится на 20%. Ну, знаете, отношения упадут не прям так сильно, зато показатели улучшатся, но где гарантия того, что опять вот это сейчас не будет происходить и опять угроза не вырастет, и я зря это прожму? Вот вопрос. Продвинуть эмиграцию Хань и Хуэй в Синьцзянь. То есть мы можем население сюда вот переводить. Содействие эмиграции из других китайских провинций в Синьцзянь мы можем сократить относительно уйгурское население этой провинции, то есть в процентном соотношении. Лицкий ресурс, конечно, плюс тысяча, цены не уйдут. Угроза здесь упадет, но и отношения, конечно, тоже упадут. Но можно строить мечети. Использование государственных доходов для строительства мечети уменьшит антагонизм по отношению к нам со стороны мусульманского уйгурского населения. Мы через 60 дней увеличим отношения с уйгурами на 5%. Это стоит не так уж и дорого, кстати, но при этом никаких дебафов нам это не дает. Пока что сейчас, я думаю, что лучше строить мечети. Давайте так поступим. Вот, а со всем остальным, со всем остальным это мы уже будем решать вопрос чуть позже. В мечетях ничего страшного нету, повысим отношения с ними. Если все будет нормально, то и не будет нужды проводить там какую-то там репрессивную политику, потому что как бы не особо это и хочется. Главное, чтобы нас не вынуждали. А, кстати, давайте прокачаем сейчас наших генералов. Вот этот, кстати, первый в приспособленце. Офигенно, тут уменьшение штрафа плюс 50% за местность. Обычно плюс 30, а в этом моде плюс 50. Это имбово. А здесь эксперт по танкам делаем, мужикам. Он, кстати, еще интервент, то есть временную подготовку к вторжению снижается на 30%, и скорость десантной выставки тоже плюс 30. Вот через него будем делать мы выставки. Я думаю, это как бы он идеально для этого подходит. Ох, еще приспособленец, красавчик ты какой. А вот ты эксперт по танкам. Ох, они у нас прям чередуются вот так. Значит, я накопил уже 58 опять миллиардов. По Монголии, 50%. Че ж ты падаешь? Она, скорее всего, получает очки вот этой вот независимости. Экономическая эксплуатация, можем тоже ее проводить. Хм, не думаю, что нам это сильно нужно как-то, да. Ну и застраивать, конечно, страну тоже буду. Поехали, он биотопливный завод. Сомали просят долговую помощь. Сомали долговая проблема стала настолько острой, что у них практически нет шансов ни погасить ее, ни даже выплатить текущие процентные платежи. Учитывая реальную возможность банкротства, в отчаянных обстоятельствах лидер Сомали отправился в Китай, чтобы просить нас о помощи. Они просят нас рефинансировать большую часть их долга по низкой процентной ставке. Если мы это сделаем, это успокоит других заинтересованных кредиторов. И, конечно, сократит кредитную зависимость Сомали, сделав их большой долг управляемым. Хотя мы потеряем от этого деньги, они окажутся в серьезной зависимости от нас. Наше влияние на них возрастет четыре раза. Слушайте, по деньгам у нас проблемы нет. У нас экономика в этом плане сильная и она растет. А вот влияние, это ж, блин, то, что нам и нужно. Только Сомали. Влиять на одно из Сомали, да, конечно, ну она вообще сейчас воюет. То есть, как бы, она же ведь может просто взять да проиграть, и мы потеряем эту страну. Нужно ей как-то, что ли, помогать победить. Реакционные диалоги, ну это то, что нам здесь и нужно. Мы ведь тоже реакционеры здесь воюют против националистов здесь. Джуба Лендал, здрасте. Ну давайте, я думаю, новые займы можем предоставить. Поехали. Шесть миллион. Ой, да это ж копейки. Для нас это копейки, а вот для них это можно купаться в этих деньгах. Так, влияние 13%. А, 35, извините, 35. Слушай, а я бы здесь сделал бы... А может давайте ей поможем? Военная помощь в Сомали. Сомали проявили интерес к нашему стрелковому оружию и бронеавтомобилям. Мы должны решить, стоит ли отправлять им военную технику, которую они могут использовать против нас. Так уж против нас, в первую очередь. Давайте сделаем это. Так, у нас есть следующий вариант отправки снаряжения нашему союзнику. Пехотное снаряжение 250 единиц. Комплект транспорта, вообще-то мне это нужно. Давайте пехотное снаряжение мы отправим. Сомали принимает. Наши делегации достигли взаимной договоренности в ходе последних переговоров. Сомали готов принять наше предложение. Влияние, кстати, 41% уже. Вопрос о преемственности. В то время как руководитель вице-президента Цзиньпин и Ширка считаются наиболее вероятным кандидатом на пост нынешнего президента, его коллега Бо Силай уже несколько лет является восходящей звездой в китайской политике и близок к тому, чтобы угрожать восхождению Си на пост вице-президента. Но, конечно же, у него это ничего не получится. А, кстати, вот он здесь тоже Цинтао пришел к власти, но это как бы временно. Мы выйдем вот скоро к Цзиньпину. Ну, а сейчас я еще, кстати, хочу поражать здесь одно решение насчет Тайваня вот этого. Экономика Тайваня в значительной степени зависит от туризма с материка. Если бы мы ограничили туризм Тайванем, это понесло бы существенный ущерб их экономике и эффективно продемонстрировало бы наше недовольство поведением Тайваня. Они получат, я так понимаю, навсегда на вздух ограничений китайского туризма. У них скоро встретишь-то упадет, темпы исследования еще налоги порежутся. А давайте. А вот можно отменить запрет на поездки. На вздух у них появился вот насчет туризма вот этого. Прям как дипломатическая размаловка из Республики Китай, КНР запретила своим гражданам выезжать на Тайване за угрозность и ущерб своей экономике. Вообще нормально. Так, Япония спаривает наше влияние Малайзии. Да, у нас еще влияние Малайзии есть. Вау, 17 проточняк. Точняк. И в Сингапуре, я уверен, тоже. Тут же китайцы. Да, ну, 8%, 15%. Я знаю, что в Сингапуре там неплохо так на китайском говорят, но китайцев. Ну, американцы тут, конечно, да. У нас больше с Малайей. Тут влияние идет. В Индонезии прям все плохо. С этими вот более-менее еще неплохо. Но Вьетнам, у нас здесь нет никакого влияния вообще на Вьетнам. Тут американцы сидят. Корея даже 10%. Причем здесь компартия у власти находится. Класс. Короче, с ним надо будет разбираться военным путем. Единственное, главное не допустить того, чтобы американцы за них заступились. Потому что здесь, я вижу, у них интересы имеются. А вот Куба тоже самое против, что и Сомали. Но у нее ситуация должна быть вроде как получше, чем у этой Сомали. Так, наше здесь влияние вообще 2%. Здесь больше у России влияние как бы. И, не знаю, нам выгодно так делать или нет. Куба сейчас умножит влияние на 3. За 9 миллиардов. Ну, в принципе, давайте, ладно, это как бы. Но оно не сильно увеличит, на самом деле. У нас здесь влияние мало, как бы, ну, 13%. Как бы, такой себе. Ну, почему и нет, пускай будет. А вот насчет Сомали, кстати, насчет Сомали. Отсюда, кстати, их вообще выкинули. Но влияние уже 65%. Я послал ему уже оружие. Где-то 4 раза ему уже послал его. Сейчас, может быть, еще он дает на 4% влияние каждый раз. А также, кстати, влияние через вот это вот. Но оно особо не повышает, поэтому прожимать пока не буду. Сейчас я поставил здесь минимальные пенсии для пожилых людей и инвалидов. Потому что у нас вообще стояли субсидии на прожиточный минимум. Мы тогда просто деньги копили. Сейчас уже их мы более-менее накопили. И можем в социальном обеспечении чуть-чуть, чуть-чуть главное, повышать. Вот. Расходы, конечно, поднялись неплохо так. Но теперь мы получаем больше политвластия. А это то, что нам и нужно. Плюс 5, если фокус не взят, кстати. Дальше. Выходим в инцидент с Ван Лицзюнием. Босси Лай представляет слишком большую угрозу для правительства и нашего видения Китая, чтобы остаться без противодействия. Мы должны использовать текущие события в своих интересах и попытаться остановить кажущийся неумолимый рост бо любыми возможными средствами. Стабильность, конечно, упадет, но... Падение Босси Лай из Грейс. Так, Германия хочет строить в Шинси инфраструктуру. Конечно же, мы соглашаемся. Падение Босси Лай из Грейс. Китай был потрясен политическим кризисом, который начался, когда Ван Лицзюнь, бывший начальник полиции, все более влиятельная политика Босси Лай, попытался перейти на сторону американской критики Босса за то, как он справился с этим событием, в сочетании с утверждением, что ответственность за это несет его жена. Убийство британского бизнесмена Нила Хейвуда привело к тому, что его лишили постов в Компартии и посадили в тюрьму за коррупцию, взятое чиничество и злоупотребление властью. Это вообще не кажется политически мотивированным. Так все, мы здесь от конкурента избавились. Теперь выходим, наконец-то, к нашему здесь дорогому Си Цзиньпиню. С уходом Босси Лай, путь к плавной передаче власти вице-президенту Си Цзиньпиню ясен. Фигура, которая не вписывается ни во фракцию Туан Пай, молодежной лиги, ни в шанхайскую клику, должна быть построить консенсус и достичь компромиссов политически неспокойной Компартии. Вот то самое сохранение единства. Будем и делать через Цзиньпинь вот этого. Президент США Билл Клинтон сообщил Конгрессу США, что завтра начнется военное вторжение в управляемый талибами Исламский Эмир от Афганистана. Американская военная атака носит название «Операция «Несокрушимая суббота». Президент также объявил о своем намерении как-то вовлечь союзные страны в военные действия. Правительство Афганистана уже выпустило декларацию протестов, но поскольку ни одна крупная страна на земле не имеет дипломатических отношений с Афганистаном, это вряд ли даст эффект. Грядет война. Там, знаете, ребят, уже случился тот террористический акт с башней и близнецами, и поэтому Америка объявила о борьбе с терроризмом и вовсю сейчас будет здесь пытаться свое влияние наращивать на Ближнем Востоке. Вот Афганистан — это вот одно из их действий, которое они будут совершать. Так, я жду, пока еще одна парка оружия будет доступна нам в Сомали. Одного раза нам хватит. Канада покидает НАТО. Вау! Нормально, там же вы только брали фокус на расширение НАТО 2004 года. Так вот он. Расширение НАТО 2004 года. Берет Канада да выходит. Что это? О, у нее здесь даже фокусы уникальные есть. Нифига себе, Канада. А я не знал, что у тебя такое здесь есть. Интересненько. Ну ладно, вышло так вышло, бывает. У нас все-таки не исторический фокус стоит. Может, они там посрались просто. Опа, 80. И теперь, чтобы это прожать, Сомали в мире должна находиться. А, а галочка стоит же ведь. Сомали в мире, там такая галка. Опа, готово. Придется, видимо, ей как-то помогать закончить эту войну. Но как я помогу, я даже не могу направлять сюда недобровольцев. Ну да, сейчас уровень напряженности не хватает. Ну да ладно, пускай будет хотя бы так. Что-то я не учил, я вижу то, что галочка стоит. А что тут написано, я не посмотрел. Сомали должны быть в мире. Галочка стоит, готово. Но прожать все равно не могу. Походу, нужно наоборот. Нас американцы продолжают застраивать. Спасибо. Так, ну сейчас, после Син Цзиньпиня, давайте-ка мы тут прекратим уже проход по этой ветке фокусов. Это тогда чуть попозже. Давайте-ка сейчас мы выйдем уже вот сюда вот. Наконец-то в Корейский полуостров. Корея всегда была интересна китайцам из-за своих территориальных размеров и непосредственной близости. В настоящее время полуостров разделен между севером и югом. В то время как мы идеологически связаны с первыми, вторые могут похвастаться существенными возможностями для экономического сотрудничества. Смотрите, еще один важный момент. Из-за того, что у нас сейчас стоит здесь народная освободительная армия, мы получаем прирост националистов. Они уже дошли до уровня 23%. И, кстати, выше они не повышаются. Да, они не повышаются. Но, тем не менее, мне это не особо и нравится, потому что сложнее нашу партию сейчас продвигать из-за вот этого вот. И я думаю, что стоит убрать народную освободительную армию да поставить военно-промышленный комплекс. С помощью него мы сможем строить уже за границей военные заводы. А сами понимаете, строительство военных заводов дает нам больше влияния, чем гражданских фабрик, там биотопленных заводов. Вот как-то так. Конечно, есть еще возможность выйти в китайские предприниматели, там международные банкирова, вообще ферверов. Можно выйти в политическую элиту. Тут, конечно, коррупции будут сложнее противодействовать. Потому что, ну, они не дадут нам просто от нее так избавиться. Государственной безопасности прикольненько, конечно, но лучше сюда. А для этого нужно мне политвласти много. И я вот вспоминаю про то, что администрацию же, ведь нам нужно повысить, чтобы прирост власти начал нормально расти. И он дает больше, чем вот это вот. Хотя тут плюс 10%, потом плюс 14%. Но все же выгоднее прирост политвластия через администрацию увеличивать. Потом, конечно, придется уже все остальное, потому что сейчас максимум возьмем. И давайте это сразу мы сделаем. Расходы сильно, кстати, не выросли. Это очень выгодное такое наше вложение. Прирост почти 5%. Без фокуса почти 6%. Китайско-северокорейский раскол. Критика режима Ким Чен Ира в китайских правительственных СМИ резко усилилась в последние недели. Эта критика направлена против сохраняющейся ядерной программы Северной Кореи и неспособности северокорейского государства улучшить условия жизни своих граждан посредством экономической либерализации, как это сделал Китай в последние десятилетия. Хотя Син Цзиньпин хоронил молчание по этому поводу, широко распространено мнение, что это медиаорганизации не стали бы выступать с такой резкой критикой когда-то близкого союзника без молчаливого одобрения Син Цзиньпиня. Многие наблюдатели видят в этом кульминацию разочарования Китая в отношении династии Ким и, возможно, стремлению к созданию альтернативного правительства, более стабильного и отвечающего пожеланиям Китая. Только Син Цзиньпинь знает, куда это идет. Смотрите. Вышел я сейчас уже в... Где? Вот. В вершине династии. Конечно, было бы прикольненько выйти в укрепление отношений с Югом. Дело в том, что, как бы, хоть отношения с Южной Кореей не были прочными, но у нас единый враг. Это Япония. То есть, смотрите. У нас с корейцами есть общий исторический враг. Возможно, ирония в том, что именно ненависть больше всего связывает наши две страны. То есть, мы можем вместе с Южной Кореей выступать против Японии, получить вот эти вот бонусы, но, по сути, это нам ничего не даст. Эти бонусы временные, и, чтобы реализовать их, нужно воевать с Японией. А это, сами понимаете, мировая война. И, как бы, смысла, собственно, выходить нет. Но минус здесь в том, что мы повышаем нашу агрессию. Причем очень сильно. Наша разведка указывает, что в офицерском штабе Корейской народной армии есть элементы, которые возмущаются правлением Ким Чан Ира. Мы должны обратиться к этим офицерам, с которыми у нас общая цель и обсудить кое-какие вопросы. Мы на это потратим 15 миллиардов. Ну, как бы, фигня. Ну, и, конечно, да. Отношения ухудшатся. Корейской народной армии с Ким Чан Иром. Погнали. Я еще здесь обратил внимание, то, что у нас очень большой доход идет от экспорта ресурсов. Конечно, от налогов больше. Ну, и даже их можно, кстати, повышать. Но пока я это делать не хочу, потому что их повышение снизит нам количество доступных фабрик. Что это? Без названия регион бывает. Так, я что хочу сделать? Я хочу повысить закон, регулирующий торговлю на экспортную экономику. В общем, давай, Алиэкспресс. По полной бахай. У нас по ресурсам сейчас вообще все идеально. То есть, у нас хватает их. Мы можем даже еще больше ресурсов на продажу отправлять. И по доходу сейчас уже твердая пятерочка у нас. Экспорт ресурсов 2 миллиарда. Налоги 2,5. 50 США вторжений в Ирак. США выдвинули предложение оправдать вторжение в Ирак. США утверждает, что Садам Хусин представляет собой угрозу для иракского народа, мира в регионе и что Ирак также владеет оружием массового уничтожения. Ни один из инспекторов ООН не нашел-то оружие, но в США все еще придерживаются этих требований. Мы голосуем да или нет? Конечно же нет, это же Америка. Хотя она так неплохо в нас инвестирует, но она ведь хочет влияния. Американцы на нас влияют на 7%, Россия на 4%, а Япония на 3%. Потом Германия на 2%, Монголия, но... Ох, че, кой влияние? 1%. И Кендер тоже 1%. Мы на Россию, кстати, влияем на 15%. Надо увеличить этот показатель, на самом деле. А торговые соглашения они не хотят заключать. С Монголией я заключил, а вот с ними нет. С остальными странами тоже нужно будет это прожать. Но мы голосуем, конечно же, здесь нет. Замбия просит долговую помощь. Опять 25%. Ну давайте 6 миллиардов им выделим. Какое здесь влияние у нас теперь будет? 22, кстати, здесь. И в итоге 65%. Чтобы превратить эту страну в маринетку, мы должны сделать здесь сначала переворот. Так, ну я экономическую эксплуатацию нажал. Не знаю, правда, нужно ли нам это. Потому что у них по ресурсам такое себе. Но может хоть какие-то фабрики, да. Мы здесь получим 20% гражданских фабрик. Замбии. Ну у нее как бы их мало. А, у нее их нет. Нафиг я это прожжет. Ладно. Сейчас можно сделать чуть-чуть вот так вот. Я подкоплю политвласть еще и Лаос. Ну давайте, ладно. И попробую здесь переворот провести. Конечно, не думаю, что там шанс будет большой. Но можно попробовать. Так, а в Лаосе 70%... Так, подожди. Не, ну Лаос я хочу захватить. Лаос я хочу целиком захватить. Тут Вьетнам, Лаос, Таиланд. С ними я хочу воевать. А вот все остальное... Ну, хотя тут 70% так вкусно. Ну что, давайте попытка переворота. Будем потихоньку здесь еще и в Африку лезть. Погнали. Так, процент, что переворот будет удачный 53%. Неудачный 15%. И то, что начнется гражданка 31%. Поехали. Это походу гражданка. Хотя нет, звука не было. Реакционные диалоги. Во! Отлично. 72% наше влияние. Тут проще, чем с Монголией на самом деле. Греция отказывается от Перея. Порт Перея недавно был продан греческим правительством попытки получить средства для долгового кризиса. Было бы более чем стоящей инициативой добавить Перея в нашу коллекцию. И это также открыло бы двери для дальнейших проектов внутри Греции, а также Европы. Расширяя наше влияние в регионе. Укажите самую высокую ставку. Наша незаинтересованность в таком проекте не может быть выражена простыми словами. Порт Перей. Так, мы потратим 1 миллиард, повысим влияние на Грецию, и у Греции будет событие, Китай претендует на Перей. Поехали. Смотрите, не отвлекаемся. Замбия, пока процент не упал. 80% не удалось накопить, я фокус не брал, поэтому прирост почти. Шестерочка. Маринетка. Во! Так, и тут, конечно, зависимость не такая уж и большая. Да, она зависима. Но тут как бы... Куда здесь? Вот субъект. Но тут едь до свободного государства, видите, очков немного. Нам следует вообще до сателлит ее опускать. Но, опять же, наша цель сделать зависимость страны от нас, а уже насколько эта зависимость будет, как бы это не особо-то и важно. Потому что опускать это усилие нужно прилагать лучше. Я буду прилагать усилие на создание новых марионеток. Так, ну а дальше мы выходим в фокус северкорейский государственный переворот. Пришло время свергнуть этот дряхлый режим. Наше влияние в Северной Корее привлекло на свою сторону многих офицеров. Хотя наши аналитики по-прежнему не уверены в том, что следует ли нам искать еще большую поддержку, прежде чем приступать к этому рискованному предприятию. Конечно, на самом деле это очень рискованно, потому что не факт, что переворот будет удачный, не факт, что реально придут люди, у которых лояльность Китаю выше, чем у Ким Чан Ира. Вот чем суть. Как бы и так все хорошо, мы пытаемся сделать еще лучше, но может стать еще хуже. Но это интереснее, поэтому мы лезем именно сюда. Погнали. Сторонники, кстати, идеологии национализма начнут гражданку. Трудовая партия Кореи станет правящей. Смотрите, куда эта Греция пошла. Она в сворачивание с Дума Китая пошла. Черт. А если вышла сюда, мы получили бы еще больше влияния на нее. Итак, здесь началась война. Северная Корея сражается против КНДР. Ребят, это скриньте, это можно на мем пустить сразу, давайте. Примерно вроде бы одинаково. Да, у них примерно одинаково. Надо им как-то помогать. Оружие там, давайте отправим технику лучше. Отклоняй, да ты издеваешься? Гадин, отклоняй ты, значит, да? О, югурские боевики начали наживаю атаку. Ого. Сейчас уже минус 75 людских ресурсов. Надо что-то с этим реально делать. У меня осталось 3% стабильности. Кстати, пхеньян они уже окружили. Туркменистан просит также займы. О, ну вот пошла уже Средняя Азия на очередь. Да, давайте. Туркменистан, конечно. А, у нас 7% здесь влияния. Ну, конечно, это да, 35. Фронт эфиопских народов. Что-то знакомое такое. Знаем, вроде как мы одну такую страну. Так, ну ладно, это попозже. Надо здесь будет с американцами поддаться. Кстати, это можно прямо сейчас сделать. Цель США. Ну, как-то да, такой себе. Надо еще раз. О, это уже получше. Так, особо не балуемся, потому что политлайз закончится. Так, ты тут как? Ну, тут он справляется, на самом деле. А то, если бы не справился, то, как бы, у нас бы фокусы перекрылись. Взял я уже третий пленум 18-го созыва ЦК. По поручению политбюро ЦК КПК, генеральный секретарь выступит с пояснением к постановлению по некоторым важным вопросам о всестороннем углублении реформ. Новый комитет Синь Цзиньпинь должен установить направление и цель на ближайшие годы. Швейцарская Лига Защиты делает шаг к созданию политического союза, который очень близок к военной фракции, но, конечно, официально не является военной фракцией. Министерство обороны Швейцарии заручилось парламентской поддержкой создания Лиги Защиты в Швейцарии, которая, как и есть, обычай в Швейцарии четыре разных официальных имени на разных языках страны. Это следующий большой шаг к дальнейшему вооруженному нейтралитету, в кавычках Швейцарии. Вооруженный нейтралитет, действительно, Швейцария создала военный альянс. Это единственный альянс в Европе и, как бы, в Евразии. Есть еще, конечно, военный альянс бразильский, но тут Бразилия-то одна находится. Так, ну давайте пока что мы на этом сервис завершим, продолжим уже в следующей мы здесь проводить политику касательно Северной Кореи, решать вопрос с ней, а потом перейдем к Южно-Китайскому морю. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моду на русском языке нашей группы ВКонтакте, пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все дымления, чтобы не пропускать новые видео, оформляйте спонсорку, чтобы получить крутые бонусы, а также играйте в мультиплеерные партии или просто общайтесь с нами в серверах в Дискорде, посылке в описании. Ну что же, с вами был Эмбр, спасибо большое за просмотр, до встречи.